Обязательная бутылочка воды, музыка в наушниках и полная сосредоточенность на экране. Платон Шелест, прошлогодний победитель киберфутбольного турнира «Окрыльев Советов», не изменяет своим игровым традициям. В 2019 году он представлял Самарский клуб на Кубке России, вошел в число 8 лучших игроков. Теперь пытается повторить успех, хотя учеба и работа в последнее время оставляют все меньше времени на игры. Подготовка к турниру, но она не была настолько сильной из-за отсутствия свободного времени, по большому счету. Вновь стать лучшим у Платона не получилось, во многом и потому, что он готовился к режиму, где все команды имеют один уровень. Но организаторы в этот раз для большей зрелищности решили использовать настоящую силу команд в игре. Поэтому большая часть игроков брали под управление либо сборную Франции, либо английский клуб «Ливерпуль», которые сейчас лучшие в мире. Уровень игроков примерно будет плюс один, незначительно будет замечаться. Все решать действительно будут руки в данной ситуации. Ну и склад ума, который позволит подстраиваться под соперника. Победителем турнира стал Иван Русанов. Всего в соревновании приняли участие больше ста игроков. А когда в одном месте собирается столько фанатов «Крыльев», это отличная возможность представить болельщикам новичков клуба. В зимнее трансферное окно команду пополнили шесть футболистов. Полузащитники Сафа Ахади и Максим Глушенков присутствовать на презентации не смогли. А вот вратарь Евгений Фролов, полузащитники Денис Попович и Сергей Иванов, а также защитник Мехди Зефан получили свои футболки. Ребят, хочу вам сказать, добро пожаловать в Самару, добро пожаловать в футбольный клуб «Крыльев Советов». Впереди серьезные задачи, я надеюсь, мы их вместе с вами решим. Правильно мы говорим? Конечно. Болельщики вас любят, болельщики будут поддерживать. И всем нам удачи. Турнир по киберфутболу и презентации игроков проходили на стадионе Самара-Арена. Новичкам перед презентацией провели экскурсию. На это поле им выходить уже в пятницу 28 февраля на матч с Оренбургом. Это я первый раз на стадионе, только по телевизору видел. Все понравилось, экскурсию провели, все отлично. Также футболистов проверили на знания самарских знаковых мест, например, птичка, металл и груша. После чего они разыграли свои игровые футболки среди фанатов. А затем, подкрепившись блинами в честь начавшейся масленичной недели, отправились раздавать автографы и фотографироваться с болельщиками. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События.